По-прежнему горячими темами на совещании регионального правительства остаются эпидемиологическая ситуация, паводки и тяжёлые последствия после наводнения. По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрея Гурулёва, сегодня никто не может дать гарантии, что в крае не случится четвёртой или пятой волны наводнений. Пока прогнозы очень неоднозначные. Поэтому главная задача в настоящий момент – быть готовыми к любым проявлениям водной стихии и не допустить гибели людей. Поэтому я прошу всех глав муниципальных образований действовать по тому принципу, как действовали в Акше. Если есть угроза какого-то наводнения, повышенный режим готовности, оповещение населения о том, что возможна эвакуация. Возможна эвакуация для того, чтобы они смогли все ценные вещи свои или убрать, или вывезти, или поднять. А также предметы первой необходимости, документы держать на готове, в случае чего моментально эвакуироваться. Третья волна паводков Забайкалья оказалась намного разрушительнее, чем две предыдущих. В результате снесено 11 мостов, включая железнодорожный. Размыты семь участков крупных дорог. Пострадало около 8 тысяч человек. Подтоплены сотни домов, пострадали школы и детские сады. Всё это необходимо восстановить, причём без промедления. Мне сейчас пишут, что 45 школ возможны эксплуатации с ограничениями, а главы районов докладывают совершенно другое. Поэтому сегодня к вечеру, что у нас часть школ, она вообще не готова к эксплуатации, потому что мало того, что крыша сдула, там всё ещё воздух дождём промочила до подвала и находится в непригодном состоянии. Поэтому здесь два варианта. Первый – или мы восстанавливаем школы, или мы детей где-то размещаем для учёбы. То же самое касается детские сады и всё остальное. Но больше детские сады, потому что объекты культурные, спортивные объекты, они подождут. Исполняющий обязанности начальника Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Евгений Гридюшко рассказал о том, что уровень заболеваемости в крае незначительно стал снижаться, но по-прежнему остаётся выше средних значений по Российской Федерации. Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Забайкальского края, остаётся напряжённой. При этом необходимо отметить, что вакцинация, введённые ограничения и контроль за их соблюдением показывают свою эффективность, показатели заболеваемости снижаются. При этом необходимо продолжить эффективный контроль за исполнением ограничительных мероприятий, соблюдением масочного режима. Особое внимание прошу уделить общественному транспорту и офисам организаций, где у нас отмечается некоторый рост по сравнению с предыдущими периодами. Ну и, соответственно, те районы, в которые я указал, необходимо усилить контроль со стороны рабочих групп, созданных при органах местного самоуправления за ограничительными мероприятиями. На совещании было отмечено, что с сегодняшнего дня началась досрочная единовременная выплата на школьников по 10 тысяч рублей. Об этом подробно рассказала Татьяна Цемпилова. 2 июля был издан указ президента, согласно которого у нас ребятишки родители детей в возрасте от 6 до 18 лет имеют право на получение выплаты в размере 10 тысяч рублей на подготовку к школе. Таких детей у нас на территории Забайкальского края 179 тысяч. Это возраст от 6 до 18 лет. Независимо от того, они начали учиться в школе или еще не начали, и независимо от того, закончили обучение в школе или не закончили. То есть на 1 сентября им уже должно быть 6 лет, и на момент издания указа должно быть еще 18 лет.